Однажды в Ростове я познакомился с Линой Нестеровой. Так что ли? Одна у меня грустная история, другая веселая. Я помню, мы в аэропорту, что у нас были какие-то дела, и мы приехали с Линой и с Дашей. Я сидел за рулем, Даша стояла возле колеса, и я нечаянно тронулся, не увидев то, что Даша возле колеса. Тем самым очень сильно нафугал Линку. А вторая история, наверное, не характерна для Нестеровой, но я до сих пор помню это. Мы пришли с Людой к ней в гости, и она сказала, что угостит нас хворостом, жареным. И этот хворост я лучше не ел до сих пор. Всего самого лучшего. Что общего у Маргарина Кэнди Милл и Марбиделла? Что общего у памперсов, проверенных Шведской Академией, и у прокладок с великолепной гигроскопичностью? А также, какое ко всему вышесказанному имеет отношение сок? Ответ вы узнаете не сразу после рекламной паузы, а во время рекламной паузы. Даша, ребенок. Всякое случается, но сухо, как в пустыне, и никаких пеленок. Памперсы проверены Королевским госпиталем Стокгольма и признаны экологически чистыми и безвредными. А экономия времени мам проверена жизнью. Фирма Возрождение, единственный в Ростове-на-Дону получатель шведских товаров, предлагает памперсы для детей любого веса, а также стопроцентные соки, крупным и мелким оптом. Великолепная гигроскопичность. Гигиенические подкладки оптом и в розницу. Адрес Ростов-на-Дону, улица 1-й конной армии, 15А. Телефон 5458-00, факс 52640-43. Когда я готовлю что-нибудь вкусненькое из моего любимого маргарина? У меня возникают проблемы. Поэтому я всегда покупаю много маргарина. Маргарин Кэнди Милл и Маргиделла на все случаи жизни. Продажа оптом и в розницу. Ростов-на-Дону, улица 1-й конной армии, 15А. Телефоны 863-5458-00, 52-60-43. Фирма «Возрождение». Что нужно человеку для счета? Одеться. Практично, модно, недорого. Обуться. Комфортно и по сезону. И наслаждаться жизнью. Где все это можно найти? В торговом центре «Меркурий», город Ростов-на-Дону, улица Орская, 31, телефон 47-45-17. Что нужно человеку для счастья? Одеться. Практично, модно, недорого. Обуться. Комфортно и по сезону. Обставиться. Со вкусом. И наслаждаться жизнью. Где все это можно найти? Ответ. В торговом центре «Меркурий», город Ростов-на-Дону, улица Орская, 31, телефон 47-45-17. Кто что любит? Ну, само собой, разумеется, мы любим Лину. А что любит Лина, это вопрос. Не знаю, как сейчас, но пару лет тому назад я мог с полной уверенностью сказать, что ты любишь Нарда. Продолжение следует... Лина любит Дашу, Дашеньку, Даху, дочурку. Лина любит политику. Лишка всегда была беспроблемным ребенком. Никогда нам никаких проблем не создавала. Училась без каких-либо нажимов, контроля с моей стороны. Училась на пятерке преимущественно. Закончила школу, по-моему, у нее всего три четверки. То есть, если бы мама хоть немножко усилий приложила, то медаль была бы у девочки. Ну, говорю, проблема с рождения единственная и довольно длительная была с едой. Накормить ее, это всегда была проблема. Это всегда была нервотрепка, это всегда была рухня, запихивание, заталкивание. Короче, обращалась к врачам, выписывали ей там всякие, рекомендовали то-то, то-другое. Ничего не помогало или очень мало помогало. И в конце концов врачи вынесли вертик. Не кормите, пусть сама бросит. И, в общем, когда я перешла на эту политику, постепенно, постепенно у нас наладилось. Ну, это было годам, наверное, 15 только. То, что касается кулинарных элементов, это уже вопрос особый. Она любила есть то, что я готовил. Я помню, Лина любила расплавленный на батарее шоколад, чтобы он теплый. И сыр, который уже немножечко покрылся плесенью. Вот это вот, что я запомнила об этом. Лина большой оригинал и гурман. Она любит замороженный шоколад. Такой у нее нордический характер. Еще она любит сракопчевную колбасу, поскольку. Красивые вещи. И своих друзей. Лина любит моего. Лина любит всякую другую рыбу. Лина любит раки. Лина любит другую рыбу. Во физиторке. И меня я на ней любила. Ну и еще вот она увлекается психологией. И началось это с посещения курсов Литвака в каком-то прошлом. Когда Литвак еще был знаменитым человеком, какой он сейчас, со своим психологическим айкидо. Ну вот у него была с ней тесная дружба на почве увлечения психологией. И он ее привлек к переводу в своей книге. Это психологическое айкидо. Лина его переводила, а я редактировал английский перевод. Я даже как сказал, чем выше вы вырастите, чем с более далеких мест будете заметны. Ну по крайней мере сейчас видели, сейчас со мной как раз девушка разговаривала, она меня во Францию приглашала. Книги туда дошли. Лина любит бокал вина. И не один. Причем хорошего. Я Лину знаю давно, я не могу в слову сказать, что она любит. Как тихо в старом Ростове, где сохранился булыжник, И продавец керосина прожел гудит по утрам. И в этих старых кварталах парят летучие мыши. И во дворах итальянских хозяйки сушат белье. Перманентные бабки Идут курить с беломором И голубей стая пыльный Стремится выкрасть зерно Когда валяются шкорки У табуретки военной И запах липы душистой Как это было давно Играла музыка громко Два рового повесы Ругалась свора собак Моряк играл в домино И купола под крестами Плывут над старым базаром И в этих старых кварталах Осталось детство мое И купола под крестами Плывут над старым базаром И в этих старых кварталах осталось сердце мое. КОНЕЦ КОНЕЦ